всем привет это канал я тут живу и сегодня у нас будет такой экспресс видео я расскажу вам про три крутые и показываю 4 по 3 крутые такие микрорайона квартала себе для жизни о которых мало кто знает они существуют это не центр это не какие-то там стекляшки новостройки нет это очень уютненькие квартальчики которые окружены лесом либо парком погнали нет не поздно приехать поздно нет не поздно выехать наконец замежу нет не поздно приехать поздно и сказать своим я живу и Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня не будет там каких-то суперсовременных новостроек с сенсорными лифтами и панорамными стеклами. Нет, это такие не совсем новые невысокие домики, кварталы из таких невысоких домиков, которые утопают в зелени. И я уверен, что для семей с детьми здесь будет просто мега уютно, потому что здесь можно отпустить детей безопасно гулять во двор, не переживать, что их сбьет машина, потому что они все закрыты от машин, посторонних машин. А свои, наверное, не собьют. Вот. И находятся они далеко от всяких злачных мест, и вы будете уверены, что никакие алкоголики, бомжи или кто-нибудь еще сюда не забредут. Мост шатается. Реально, стрёмно. Это будет не какой-то там рейтинг первое, второе, третье место. Нет, я буду говорить рандомно по мере нашего продвижения по городу, по маршруту. Все эти кварталы находятся на окраинах, сразу предупрежу, и поэтому здесь будет намного уютнее, если у вас есть автомобиль, но хотя и общественный транспорт сюда ходит без проблем. Ну и главный прикол этих районов в том, что о них мало кто знает. Реально. Я сам узнал о них чисто случайно из-за своего опыта по работе в агентстве недвижимости нашем, когда заселял людей или помогали с покупкой, выбирали там какие-то квартиры. Приезжал, думал, блин, нифига себе, это такой классный район, почему я раньше о нем не знал, и почему здесь не хотят селиться люди. Не хотят, потому что они мало что о нем знают. Первый наш квартальчик это юг микрорайона Милостова. Улица Победиска, Минска, Магеринска, такие родные нашему уху. Крузейший район, который с одной стороны примыкает к частному сектору, даче, что-то такое, с другой стороны офигенный лес с офигенными мостиками, которые были в самом начале, по ним можно гулять и гулять. Там можно делать шашлыки, есть беседки. До Мальтайского озера метров 200-300 пешком пройти через лес. С третьей стороны, правда, автопарк. Но в целом прикольные домики, низковысотные, подземные гаражи, всякие лекарские кабинеты и прочие плюшки, которые будут полезны для жизни. Субтитры создавал DimaTorzok И немного хочу посвятить времени нашим пропагандистам, которые любят нарезать мои ролики, вырезать из них самое плохое. Чтобы вам было несложно, не затратно по времени вырезать что-то, искать. Вот так поляки собирают дождевую воду, чтобы потом ее пить. Клятая Польша. Люди умирают с голода. Чтобы попить водички, им нужно ждать дождя. Да. Все, пропагандисты. Озаренку привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Играет музыка Да, без машины будет сложновато, хотя ходят автобусы, недалеко трамвай. До центра добраться займет минут 20. Но зато вам не нужен будет центр с таким уютом, который есть здесь. Детские площадки, подземный паркинг, магазины. Но придется пройтись, проехать, куда-то больших пешей доступности нет. Все остальное есть, кроме школ, садиков, торговых центров. Блин, что-то я на плохой ноте закончил. Ладно, поехали в следующий. И следующий крутой райончик, вот с такими крутыми урнами для какашек-собак, это Оседлия Пшемыслава. Но не все Оседлия, а только старая его часть, потому что половину этого микрорайона застроили новостройками. Вот, а старая часть осталась очень такой камерной, теплой и очень уютной. Пойдемте покажу. Я очень сильно люблю этот район, потому что здесь собрались целых три такие эпохи архитектурные. Здесь есть дома советской постройки, вот такие, как мы привыкли видеть в 90-х. С гаражами, по которым можно попрыгать по крышам. Натянутые веревки во дворе, там сушится белье. Офигенно атмосферненько. Потом есть дома более свежие, как здесь, наверное, как и застройки 90-х годов. И совсем новое, которое возвели только в прошлом году. И это все как-то соединяется воедино и выглядит очень камерно. Раньше весь этот микрорайон окружал лес, но настроили новостройки, поэтому уже не лес. С одной стороны, через дорогу лес остался, там есть несколько озер, можно дойти до Мальтайского озера. Там очень красиво, советую всем погулять. С другой стороны поле, через которое можно пройти к торговому центру М1 и к гильде Познаньской, к рынку, который работает по воскресеньям, всем известно. С третьей стороны госпиталь очень крутой, родинный. Здесь есть куча магазинов. Остались закрытыми детские площадки, закрытые стадионы, спортивные площадки, есть пиццерии, парикмахерские аптеки. Блин, ну все, что нужно для жизни в этом крутом микрорайончике есть. Здесь тихо и спокойно. Смотрите, как везде зелень. Такой советский микрорайон здорового человека. Пойдемте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какие-нибудь еще в Познане застекленные балконы. Как это здесь? Блин, чисто такое дом. Субтитры создавал DimaTorzok В этом районе я себя чувствую, будто вернулся в детство. Какие крутые штуки для выпивки ковров. Гаражи, балкончики. То есть здесь прикольно, можно посмотреть с балкона, где бегает твой ребенок, крикнуть, Женя, домой. И ты несешься ужинать, делать уроки, если еще не сделал. Но такой напахивает ностальгией. Очень жалко, что здесь не часто появляются квартиры для аренды. Не знаю, как по продаже, но очень атмосферный камерный район. И я надеюсь, вы прочувствуете это через видео. Если не прочувствуете, сами сюда приедете и походите. Я уверен, что у вас екнет что-то в сердечке. Пойдемте, я покажу вам лес. Пойдемте, я покажу вам лес. И завершает нашу подборку микрорайон в районе улиц Умультовскего и Крыговскего. Рядом с кампусом Мараско. В микрорайоне Умультово. Вообще микрорайон Умультово очень крутейший. Такой крутейший, удобный, уютный микрорайон. А вот эта часть, которую я сейчас вам покажу, она, наверное, самый топчик среди всего микрорайона. Такой пригород, но в городе. Погнали! 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 Вообще, что есть в этом микрорайоне? С одной стороны, шикарный парк с двумя озерами и ручьями. С другой стороны, шикарный лес с одним озером, то есть болотом и ручьем. Спортивная площадка огромная, стадион Уама, теннисные корты, бассейн, куча барбершопов, магазины. Блин, я не знаю, чего здесь нету на самом деле. Проще перечислить это, чем то, что есть. Даже садик. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь прикольно, что по кругу идут такие многоквартирные, невысокие дома, трехэтажные. И с другой стороны идут вот такие танхаусы, шеренговцы. Здесь двухэтажные, трехэтажные квартиры, если так сказать, дома. И со всех сторон есть выход к лесу. Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь, как и во всех прошлых микрорайонах, которые я показал, очень прикольно, что детские площадки находятся где-то внутри жилого комплекса. Они ограждены от машин, от чего-то другого. Можно наблюдать за детьми из окон квартир, что они никуда не денутся. Это очень так кайфово на самом деле и уютно. Для жизни семьи это просто топчик. Субтитры сделал DimaTorzok Что можно сказать в целом про этот район? Здесь очень классно сплелись невысокие многоквартирные дома и танхаусы. Они так гармонично все смотрятся и окружены лесом со всех сторон. С одной, с другой, с третьей. А благодаря университету Мицкевича здесь есть все для комфортной жизни. Спортивные площадки, бассейн, теннисные корты, библиотека. Ну, для детей будет супер. Плюс район находится обособленно от всего остального города. Да, без машины здесь тоже будет тяжело, как и в предыдущих. Но, опять же, ходят автобусы. Не проблема. Здесь очень редко появляется что-то под аренду. Но все же появляется. Я знаю, что в этом районе живут наши люди, белорусы. Поэтому дерзайте. Все можно выхватить. По поводу школ и садиков. Здесь есть, знаю, точно один частный садик. Школы все находятся на Нормовицах. Можно водить туда. Но это не проблема, опять же. Если есть машина, если нет, ходят школьные стопудово. Ходят какой-то школьный маршрутка или автобус. Да. ВОЛИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Для чего я вам сегодня показал и рассказал про эти крутые микрорайончики? Потому что, чтобы вы знали, что ни одной Мальтой славится Познань Почему-то все хотят жить только на Латине Мальте Нет, есть очень много других крутейших мест для жизни, которые обойдут эту Мальту с головой Примеры три из сегодняшнего видео Если вам понравилось и было полезно, оставляйте лайк Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие видео Можете поддержать канал по ссылке в описании Если вы ищете квартиры, тонхаусы в аренду, либо на покупку Тоже смело обращайтесь У нас есть все специалисты для этого И мы с радостью поможем Надолго не прощаемся Пока-пока Нет, не поздно приехать в Познань и сказать своим «Я тут живу» Нет, не поздно приехать в Познань и сказать своим «Я тут живу» Субтитры создавал DimaTorzok Нет, не поздно приехать в Познань Продолжение следует...